Что-то у меня тут непонятно Надеюсь, вы оценили мои стрелочки Очень редко, когда делаю стрелочки Сегодня решила прям вечером посидеть и порисовать Попытаться сделать то, что мне подойдет И у меня получилась одна стрелочка на вот этом глазу Я прям почувствовала, что как будто я получила какой-то сюрприз За что-то хорошее И на втором глазу у меня получилось так же Вы понимаете, это прям праздник какой-то Всем привет, давненько мы с вами не виделись И добро пожаловать на мое уютное домашнее видео За окном у нас гром сейчас Я надеюсь, что вам не слишком это помешает, не слишком слышно Я сейчас нахожусь в самой уютной обстановке На моей тепленькой кроватке В моем любимом рождественском свитере Хотя Рождество было уже 100 лет назад, как будто бы За окном у нас нереально классная моя самая любимая погода Присаживайтесь поудобнее, берите чего-нибудь тепленького попить У меня тут водичка, как обычно Сегодня мы немного с вами пофилософствуем У меня на канале еще не было такого видео Я действительно думала, снимать ли мне такое видео или не снимают Люди прям очень не любят разговаривать на всякие такие темы, в которых они ничего не осмыслят Либо у них совсем другой взгляд на жизнь И происходит чисто какое-то отрицание Но я подумала все же, мне очень хочется снять такое видео У меня здесь мой блокнотик со сценарием Вот таким красивеньким Я все себе записала И сегодня мы поговорим о 10 правил здоровой и счастливой жизни Я выделю буквально пару минут для того, чтобы разъяснить каждый пункт Как его выполнять и в чем его смысл Надеюсь, я не буду слишком много задерживаться Потому что информации есть очень много И хочется как-то уложиться в определенное время и не растягивать видео Ну и если вы хотите больше общаться, то вы знаете Мой инстаграм Буду рада вас там видеть Давайте начнем, возможно, с самого очевидного Молнии, конечно, за окном Вы не представляете какие А я очень боюсь молний Я боюсь молний больше, чем грома Я не знаю почему Потому что они внезапные какие-то Первое правило, возможно, ну самое банальное И не переключайтесь Потому что я скажу Живите здесь и сейчас Эту тему уже настолько размусолили, что в принципе не о чем говорить Но я вам скажу так Когда вы живете в будущем, то вы просто не существуете Вы не живете Вы не чувствуете себя Вы как бы живете в том будущем, которого еще нет Вы чего-то дожидаетесь, чего-то ожидаете Вы не наслаждаетесь жизнью Ваша душа находится просто в плену Она не понимает, что за фигня происходит Человек думает Вот я, вот я Сейчас он просто сидит и раздражается от всего Ненавидит все, ненавидит весь мир Ненавидит все, что происходит в его жизни И для того, чтобы чувствовать себя более счастливым человеком Наполненным хоть какой-то энергией Нужно проживать вот каждый момент Каждый процесс Например, вы двигаетесь какими-то шажочками к вашей цели Вы должны наслаждаться каждым шагом Каждым уроком, который вы получаете Потому что на самом деле мы живем сейчас Мы живем в эту секунду, в этот момент Мы не знаем, что будет через минуту Будем ли мы живы через минуту И в особенности не жить прошлым Я очень часто вспоминаю какие-то очень хорошие времена Какие-то классные моменты И мне становится как-то грустно и плохо на душе Вот вы согласитесь со мной, когда вы вспоминаете о чем-то Вот, например, в школе Как было классно, здорово Друзья, прогулки и всякое такое Но потом вы понимаете, что всего этого больше нет И сейчас у вас взрослая жизнь Сейчас у вас куча проблем И вы портите себе попросту настроение И какой-то настрой двигаться дальше Я не запрещаю вам, конечно, пересматривать какие-то фотографии Ностальгировать, но не затягивать с этим Потому что я несколько раз затягивала Это затягивается и затягивается И вы не чувствуете, что вы как бы живете Вы живете прошлым Никто и никогда не дает себе отдохнуть Что это значит? Это значит, что у вас есть, например, целая неделя И у вас есть какое-то время, чтобы уделить себе Но что вы делаете? Вы уделяете это время кому-то Вы уделяете время уборки, готовки Хотя для всего этого у вас есть все равно какой-то дополнительный день Уверена, что вы сможете выкроить для себя 30 минут 30 минут в любой день или выходные И вы представляете, сколько можно всего сделать для себя, для своей души за 30 минут Я предлагаю вам сделать всего лишь 6 практик по 5 минут Первое — это чтение Просто возьмите вашу любимую книгу И за 5 минут прочтите вот столько, сколько вам хочется Или сколько вы успеете За 5 минут можно сделать очень классную, расслабляющую медитацию Посидеть в тишине, можно с закрытыми глазами Вообще что угодно Всего лишь 5 минут написать благодарности Например, за что вы благодарны за сегодняшний день Или за этот год, или за эту неделю Как вам угодно Пишите благодарности именно с эмоциями Чтобы вот прям прожить каждый момент, за который вы благодарны За 5 минут можно сделать очень классную йогу Растянуться, сделать какую-то растяжку, потянуться Я уверена, что вы не делаете никакие растяжки, не занимаетесь спортом Ну, какой-то процент людей, у них есть мотивация и время, и силы У большинства людей всегда... Йогой я начала заниматься буквально, наверное, полтора года назад И я поняла, насколько мне ее не хватало Даже 5 минут йоги вас могут оживить Для того, чтобы как-то зарядить ваше тело или разбудить с утра Уверена, есть очень много роликов на ютубе Именно йога на 5 минут Сделайте дыхательную практику Уверена, вы слышали о ней Даже если не слышали, это абсолютно не сложно И тем более 5 минут 5 минут пролетают вот так вот Просто садитесь в каком-то спокойном месте Где вас никто не будет тревожить Делайте глубокие вдохи и выдохи Очень медленно Но вдыхаете не через рот Вдыхаете через живот То есть наполняете живот И выдыхаете также через живот Надеюсь, я понятно объяснила Именно таким образом вы именно успокаиваете всего себя В свою нервную систему И на секундочку прям вот заземляетесь Чувствуете, что вы находитесь здесь И последнее это, так назовем, что-то для себя То есть что-то, что вы очень любите Например, засекаем 5 минут И намазываем на руки свой самый любимый жирненький кремчик Потому что за крем мы тоже забываем очень часто Ну просто нету сил, времени 5 минут лежим в тишине С закрытыми глазами Именно с закрытыми глазами И просто ни о чем не думаем Можно сделать 5 минут массаж головы Просто вот помассировать голову Либо есть вот такая вот, знаете, такая штучка Я очень хочу на самом деле ее купить и попробовать Что-то я как-то никогда не задумывалась о массаже головы И сейчас мне вот очень захотелось И вот уже посмотрите, сколько всего можно сделать для себя Чтобы почувствовать, что вы вот что-то сделали Вы не просто прожили этот день на работе Это я взяла прям минимальное такое время Конечно, если у вас есть час То вы не представляете, сколько всего можно сделать И я даже рекомендую вам ставить будильники Ну то есть поставить будильник на каждые 5 минут И так вы будете успевать делать все практики по 5 минут Для того, чтобы у вас прям вот вышло идеально 30 минут Если они у вас есть Следующее правило касательно полезных процедур для вашего тела А самое главное это делать себе напоминание Потому что мы зачастую вообще ничего не помним У нас куча дел в голове Расписание всего дня Мы забываем о том, что у нас есть организм У нас есть лицо, волосы И они нуждаются хоть в каком-то уходе Если вы активно пользуетесь телефоном Делайте себе напоминание, например, раз в неделю И перечень всего, что вы должны будете сделать За всю неделю Я заметила за собой, что даже если я покупаю Какие-то классные маски для волос Я прям очень замотивирована их делать Я хочу прям классные гладкие волосы В итоге эта маска стоит пылиться Эта маска находится в таком месте, где я ее просто не вижу И я не помню о ней И я могу не помнить о ней, например, месяц И мне кажется, что нужно исправлять такую ситуацию Ну и если вы любите такой формат блокнота Где вы все записываете Расписываете вам всю неделю Все ваши планы То тоже вариант Потому что так у вас будет больше мотивации Зайти в этот блокнот Особенно если он, например, какой-то красивенький И вы его очень любите И отмечать галочкой все, что вы выполняете Тем самым чувствовать себя продуктивным каким-то человеком Отбросьте и не думайте о ваших желаниях или ваших целях Сейчас вы подумаете Почему? Если я чего-то хочу, то я должен об этом думать Или должна? Должна очень сильно стремиться к этому Я должна это хотеть Я должна добиваться этой цели всеми силами Вы делаете огромную ошибку Когда вы хотите чего-то очень сильно достичь Вы тем самым завышаете важность То есть для вас это супер важно И если вы это не получите То вы будете прям вот чувствовать себя ужасно и неудовлетворенно И что происходит в этот момент? Желание просто потихонечку от вас уходит Оно не исполняется Либо исполняется, но вы будете страдать в какой-то другой жизненной сфере Например, если вы очень сильно хотите добиться популярности Например, я не знаю Стать актрисой Вы будете очень сильно этим заняты Забросите вашу семью И не будете уделять им время Пострадает, естественно, вот эта вот сфера Что вы можете поделать, если вы хотите чего-то очень достичь? Вы можете взять намерение Что это значит? Вы разрешаете и вы уверены в том, что это у вас будет То есть не нужно думать о том, что Ой, я так хочу, это мне так важно, жизненно необходимо Подумайте о том, что оно уже у вас есть в будущем Вы это получите Просто вы должны немножко подождать Должно пройти какое-то определенное время Приведу вам самый банальный пример Я захожу в магазин и вижу какой-то офигенный свитер Но его нет в моем размере И я его очень сильно хочу Я его везде ищу Я ищу на всех сайтах Я ищу за границей Его нигде нет В какой-то момент я говорю себе Фиг с ним Вообще не важно Абсолютно не важно Я забываю об этом свитере И что я обнаруживаю, к примеру Через день, через неделю, через месяц Он появляется в моем размере То, что я хотела Я просто иду спокойненько и покупаю его И вот вам очень простой пример Как нужно просто отбрасывать Отбрасывая то, что вы очень сильно хотите Не можете достичь И взамен имейте намерение это иметь Пятое правило Это прогулка без телефона Звучит как-то очень странно и необычно Я, например, не люблю гулять с телефоном Ну, то есть, если вы берете с собой телефон на прогулку Это значит, что вы будете идти примерно вот так Идете, идете, идете И телефон Вы ничего не замечаете вокруг Вы не дышите воздухом И вы не получаете никакого удовольствия от этой прогулки Либо, если вам нужен телефон с вами Вы ставите его на беззвучный режим Чтобы он вам вообще не мешал Чтобы вам никто не писал, не звонил Чтобы вас ничего не тревожило И на этой прогулке вы идете по свежему воздуху Где-то в парке или просто на улице Где угодно Именно на такой прогулке вы очищаете ваш мозг Голову от всех вообще различных проблем Не думаете ни о чем И в какой-то момент вам приходят очень классные идеи Вообще приходит вдохновение Вот попробуйте пройтись Без музыки, без аудиокниги, без телефона абсолютно Вы придете домой И у вас сразу же появится какое-то настроение Бодрый настрой На то, чтобы что-то сделать Что-то новенькое придумать Плюс вы понимаете, как в наше время Людям не хватает кислорода Потому что все сидят на работе И никто никуда не ходит гулять Особенно в какие-то такие места Где есть природа, деревья И меньше всего выхлопных газов Если вы ищете какое-то вдохновение Вам вот чего-то не хватает Вы не можете додумать, что-то придумать Просто одевайтесь Отправляйтесь на улицу Погуляйте минут 10-20 И 100% у вас появится столько идей в голове Что вы не будете знать даже откуда это все появилось Половина правил мы уже прошли И шестое правило Это не жадничать Это самое ужасное, что вы можете сделать для своей души Пора водичку попить Все люди чего-то жалеют для себя Вот хочется купить, я не знаю, какую-то конфетку Но вы жалеете, вы думаете Блин, это ж конфетка Сейчас съем ее, схожу в туалет И все, напрасно Эти деньги можно потратить на что-то более полезное Когда вы жалеете для себя Ваша энергия, она просто вот так вот падает в землю Для того, чтобы мы жили более-менее здоровой жизнью Были счастливы Нам нужно как-то удовлетворять себя Нам нужно себя радовать Себя радовать, это значит радовать свою душу Давать ей то, что она желает Когда вы получаете то, что вам хочется Вы заряжаете себя энергией Тем самым вы способны отдавать энергию окружающей среде То есть быть более добрым Быть более приветливым К вам притягивается все самое хорошее, доброе, веселое Опять же повторюсь Мы живем сегодня, завтрашний день Никто не знает, что может быть Если это не так проблематично Купить себе какую-то шоколадку Или купить себе какую-то очень классную свечу Которая вас прям вот будет радовать И наполнять энергией То сделайте это Не жалейте для себя ни в коем случае Это чувство подавленности Когда вы себе чего-то не позволяете Вдобавок вы чувствуетесь, что вы чего-то недостойны Или вы пока что недостойны это заполучить То вы понимаете, на какой уровень жизни вы подписываетесь Ни о какой здоровой и счастливой жизни И речи быть не может Это дает вам чувство, что вы не зря живете Вы наслаждаетесь жизнью И у вас появляется какая-то цель Жить дальше Радуйтесь неудачам Как можно вообще радоваться неудаче? Это абсолютно невозможно объяснить Почему происходят какие-то неудачи Или какие-то проблемы на пути к вашей цели? Потому что, возможно, это абсолютно не ваша цель Мелкие какие-то неудачи Которые можно подумать и забыть Вы должны радоваться, что с вами случилась какая-то маленькая проблемка Потому что именно эта неудача Она предотвратила какое-то более серьезное последствие Например, вы идете не к вашей цели Вам это абсолютно не нужно Но вы идете и вы не видите вокруг себя ничего Вы не слушаете никого, что это вам не нужно Что это вам не подходит Что это, не знаю, опасно для жизни, допустим Они вам дают понять, на правильном ли вы пути или нет Все эти маленькие проблемки и неудачи Они предостерегают вас от чего-то более опасного И абсолютно вам не нужного Так что, если с вами случается какая-то беда Какая-то проблема То вы должны говорить, что вы очень рады Вы безумно рады, что это с вами случилось Потому что вы поняли что-то Вы получили от этого урок Какой-то ответ Или вы поняли, что вам нужно свернуть с этого пути Потому что, в конце концов, именно эти неудачи Они приведут вас туда, куда вам нужно Ваша душа никогда не пожелает вам зла Поэтому с вами будут происходить всякие непонятные ситуации Которые будут вас чему-либо учить Не пишите огромный список с вот такими целями Прямо жизненными целями Например, я хочу заработать миллион долларов Я хочу улететь на Гавайи Всякие вот такие вот огромные цели Ваша мотивация, она просто как огонек Вот так вот Вы напишите, вот так вот дунете И все, мотивации ноль Вам эти цели больше не нужны Вы на эти цели будете смотреть как на что-то недостижимое У вас даже не будет мотивации пытаться как-то достичь их Все эти большие цели, они только провоцируют страх И неуверенность в том, что вы можете реально такого достичь Лучше разбить одну цель большую на несколько мелких К примеру, я хочу зарабатывать в месяц 10 тысяч долларов А не я хочу миллион долларов Они же не свалятся вам на голову вот так вот просто Дальше вы берете эти 10 тысяч долларов, да, грубо говоря Делите на еще несколько целей К примеру, я хочу новую работу Соответственно, если вы будете на любимой работе К вам будут тянуться деньги Вы будете получать больше И такими мелкими шажочками вы заработаете миллион долларов Примеров может быть очень много, но, надеюсь, вы меня поняли Самая страшная и большущая цель, которая может всех пугать Это купить свой дом Так что не пишите никогда в целях Я хочу купить дом Возможно, для кого-то это просто реально Но для других людей это прям вот что-то, во что даже и поверить невозможно Поэтому разделите эту одну огромную цель на много маленьких или несколько мелких Которые вы реально чувствуете, что вот в течение месяца вы можете достичь И вы будете уверены в себе Вы будете прям вот чувствовать, что вы молодец Что вы достигли этого У вас появится мотивация идти дальше и дальше и дальше Именно вот такие маленькие цели смотивируют вас на достижение более крупных целей Предпоследний очень интересный пункт, я могла бы, ну или правило, о котором я могла бы говорить очень долго Но мне кажется, это прям тема для полного видео К сожалению, редко кто говорит о том, что у нас очень много негативных установок Все эти установки, они уже сформировались с детства И от них очень сложно избавиться Это прям вот каждый подумает А что, я уже забыл то, что там в детстве происходило Что меня там кто-то обижал Но это закладывается внутри вас Хотите ли вы или нет Это с вами на протяжении всей жизни У вас формироваются какие-то негативные установки И вы с ними живете Они мешают жить, они мешают наслаждаться жизнью И создают очень много проблем К примеру, нас в детстве всегда учили, что Ну или говорили, что богатые люди, они бедные в душе То есть они несчастливы У них куча денег, но они совсем несчастливы А бедные, они счастливы У них нет денег, но зато они счастливы У нас, соответственно, сформировалась такая установка Что деньги, ну грубо говоря, это зло То есть нам не нужны большие деньги Нам не нужно быть богатыми Иначе мы будем несчастны Вот именно такая установка, к примеру Вам мешает, например, заработать какую-то нужную вам сумму Или иметь сколько-то денег Или иметь какой-то образ жизни На эту тему можно очень много говорить Но я вам скажу очень кратко и понятно Все эти негативные установки Их нужно переворачивать в положительные То есть нужно запихнуть себе в голову Что деньги — это что-то хорошее Деньги — это энергия Деньги — это не зло И нужно это все прорабатывать На это нужно очень много времени Если кто-то думает, что это очень просто Написать на тетрадке Я зарабатываю миллион долларов Я счастливый человек Я имею свой дом Просто так вы не внесете себе Эти положительные установки Вы должны в них поверить Вы должны их прочувствовать Вы должны это как-то себе позволить Короче говоря, это очень серьезная работа над собой Если вы хотите более счастливую жизнь И получать от нее то, что вам нужно То вы можете изучить эту тему в интернете Вы можете найти различные курсы Либо просто какие-то статьи На тему негативных установок И как они влияют на нашу жизнь Многим не нравятся вообще такие Всякие философские темы Типа я такая там сумасшедшая Рассказываю про какие-то установочки в голове Люди не понимают, откуда у них какие-то проблемы Они не понимают, откуда это берется Почему так случается Почему случается что-то назло Всем этим правят именно негативные установки Очень просто узнать, если у вас есть негативные установки Например, вас раздражает какой-то человек Возможно, даже близкий Что-то вас раздражает в нем Например, как он ведет себя Смеется или ведет себя как-то невоспитанно И что это означает? Что у вас есть какая-то установка на тему Что я не могу расслабиться То есть я должна быть скована, сжата Я не могу вести себя как-то более раскрыто То есть понимаете, у вас есть вот такая установка И вас это раздражает, когда вы видите то-то, что делает другой человек То, что вы не можете делать То, что вы себе не позволяете Можете понаблюдать за собой, посмотреть на различные ситуации Что вас бесит, что вам мешает Что вас прям трогает за душу Что вас очень сильно цепляет и не дает вам покоя Последнее правило о том, что мы все очень сильно любим Это, конечно же, денюжки Все любят деньги Все хотят как можно больше денег Все думают, что деньги — это цель Моя цель — получить миллион долларов Моя цель — заработать кучу денег На самом деле, это не ваша цель И это не чья цель Деньги не могут быть целью Деньги — это средство достижения энергии Или достижения чего-то, что вам нужно Не буду слишком много разговаривать Но скажу вам так Если вы жалеете деньги на что-то Например, вы пожалели деньги на какую-то покупку Что вам, например, очень нужна была какая-то вещь Эти деньги, они уйдут на что-то другое Обязательно Просто проследите за собой Произойдет какая-то проблема Что-то сломается На что-то придется потратиться И вы в итоге вспомните, что у вас были эти деньги Но вы не купили себе то, что вам нужно было Поэтому, если у вас есть какая-то сумма Какие-то деньги Относитесь к деньгам как к энергии Отдавая деньги, вы как бы отдаете свою энергию Но так же само вы получаете энергию обратно То есть происходит какой-то обмен энергии Деньги нужно очень легко получать Так же самое легко и прощаться с ними На самом деле, деньги — это не цель Вы их должны на что-то тратить Для того, чтобы что-то получать Эта тема тоже очень глубокая У многих людей есть проблемы Пробить какой-то определенный потолок И заработать какую-то сумму И всеми усилиями они просто не могут ее заработать Почему? Потому что они относятся абсолютно по-другому к деньгам Люди очень боятся потерять деньги Боятся на что-то сильно потратиться Поэтому относитесь к деньгам прям вот нейтрально Никогда не бойтесь во что-то вложить деньги В то, что вам нравится или очень нужно Потому что вы обязательно получите энергию обратно Возможно, даже вдвойне Это были все самые интересные правила Которые я для вас собрала Надеюсь, вам это видео понравилось В таком разговорном формате Я вообще очень давно так не разговаривала Долго на камеру Я уверена, что вы подчеркнули для себя Что-нибудь из этого видео Потому что очень часто нам такие видео нужны Я очень люблю смотреть различные вот такие вот видео Это прям мотивирует на что-то Это вам напоминает Потому что мы очень часто забываем практически обо всем Мы постоянно заняты Мы не вспоминаем о том, что нам нужно как-то себя счастливить Какие-то мелочи, которые могут нас развеселить И какие-то мелкие полезные привычки Которые могут сделать реально нашу жизнь более здоровой Пишите в комментариях, какие правила вы соблюдаете И о каких вы вообще не думали и не слышали Большое спасибо, что послушали все это видео Если вы слушали до сих пор, то я вас очень ценю Кстати, напишите в комментариях, если вам нравится обсуждать Всякие вот такие вот жизненные философские темы Потому что меня прям очень затягивает в это И мне очень нравится об этом говорить Потому что это очень важные вещи Это то, что редко кто и где обсуждает Ну а я с вами буду прощаться И мы увидимся с вами очень скоро Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!